Вот они, новенькие BMW GT и GTL. И мотор новый, рядный, шестицилиндровый. Но новые модели предназначены не для гоночных трасс или бездорожья. Это круизеры. Причем модель GT рассчитана на тех, кто любит спортивную езду. А GTL на любителей комфорта. На нашей модели BMW K1600GT активная компактная посадка, чтобы динамичнее можно было входить в повороты. А на GTL посадка прямая, сродни Чопперу. Он рассчитан на дальние поездки с пассажиром. Кроме того, разница в деталях. На модели GTL больше хрома. Кроме того, GTL серийно комплектуется большим багажником и комфортабельным сидением для пассажира. Это наш флагман для путешествий вдвоем. Ксеноновые фары серия. А вот активная адаптивная система освещения – опция. Придется доплатить 850 евро. Для адаптивных фар мы поставили на передней и задней стойке амортизаторов сенсоры высоты. Прямо по центру тяжести машины установлены датчики ускорения, оборотов и наклона в вираже. Вот все эти данные нужны для корректировки света потока. А сами фары оборудованы подвижным отражателем и подвижным рассеивателем. Вот так мы и высвечиваем тот сектор обзора, который нужен. Динамика. Вот главная отличительная черта BMW K1600 GT и GTL. Сердце машины новый шестицилиндровый мотор объемом в 1,6 литра. Мощность – 118 киловатт. Пересчетин лошадок – это 160. Начиная с 5250 оборотов, в вашем распоряжении максимальный крутящий момент в 175 ньютон-метров. До 100 машина разгоняется за 3,4 секунды. Потребление – 4,6 литра. Но только если ехать постоянно 90 км в час. Послушайте, как звучит машина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда люди слышат шестицилиндровый двигатель, они сразу представляют себе очень большой и очень тяжелый агрегат. Но, сами видите, мотор очень узкий и, не побоюсь этого слова, даже элегантный. Это подчеркивает динамичность машины. Она вовсе не выглядит тяжелой и массивной. Поэтому и обтекатель мы сделали не сплошной, сверху донизу, а разделили его на три части. В обеих моделях множество технических новинок. Круиз-контроль, бортовой компьютер, АБС – все серийно. В базовую стоимость включен подогрев сидений и руля. Опции – центральный замок, противоугонное устройство и электронная регулировка жесткости подвески. Модель ГТ можно заказать с более низким сидением, причем без доплаты. ГТЛ – более комфортабельная модель. Она особенно хороша для длительных поездок вдвоем. Но и стоит она почти на 2000 евро больше, чем ГТ. Базовая цена ГТЛ в Германии – 21 850 евро. Предельная скорость обеих моделей ограничена – 200 км в час. На самом деле, за 20 с лишним тысяч евро уже можно купить вполне приличный автомобиль. Так зачем же тратить их на мотоцикл? Хотите приключений? Тогда задайте этот вопрос настоящему байкеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова